Ребята, всем привет! Всех поздравляю с Новым Годом! Сегодня будет такой домашний новогодний влог Очень будет много пользы в этом видео Обязательно досмотрите его до конца Покажу вам, как работает принцип успеха Покажу вам это все на своем примере Также я вам покажу, как устроен мой день Вы просили меня, чтобы я вам снял такое видео Полетели! Смотрите! Это мотивация, а для кого-то это понты Итак, как я начинаю свой день? Выбираю, какие часы надеть Вот, если я там решаю какие-то дела Весь в движении Я вот эти вот беру часы Вот они Если я там иду куда-то, не знаю, на природу или в спортзал Я беру вот эти вот спортивные часы Maserati А сегодня новогодний выпуск Понятное дело, мне нужно быть нарядным Понятное дело, я в роликсах Также здесь вот такая вот есть шкатулка Вот так вот открываете И думаете, так, какие часики надеть? Сегодня я иду в спортзал Я надену часики Maserati Достаете и надеваете Вот эта вот шкатулка Блин Надел Вот жесть Первый раз заснял, кстати, ребята, такое на видео Все, Maserati мы часики не наденем Думаем дальше Надену Никсоны Так, здесь я уже буду поосторожней Ну и надевайте Блин, немного Настроение у меня сейчас испортилось Ладно Зато запечатлел это на видео Вот эти вот штуки, ребята, они крутятся Это шкатулка для часов с автоподзаводом То есть вот эти вот часы, роликсы Они с автоподзаводом Если их положить и к ним не касаться там два дня Они не будут идти Вот эти вот часы Они на батарейке Это кварцевые И вот, когда я путешествую У меня, понятное дело, с собой этой шкатулки нет А в часах я могу долгое время не ходить Я беру с собой в путешествие вот эти часы Здесь украшения лежат Так, идем дальше Покажу вам, что у меня здесь в квартире Любимой нету Любимая на работе Тот, кто смотрит мой инстаграм Знает, что я открыл салон Я открыл барбершоп Все, конечно же, сделала любимая Потому что у меня, понятное дело, на это не было времени Я очень много времени провожу за компом Так что она сейчас там А я для вас снимаю новогодний влог здесь Ребята, что здесь? Здесь, понятное дело, визуализация Вот так вот у нас красиво Новогодняя атмосфера Давайте переходим к моей елочке Как вы думаете, что у меня на елке? Я думаю, вы догадывались, какая у меня елка Здесь у меня Сколько? Я даже не знаю, сколько здесь висит Где-то 3000 баксов Или 2500 Золотая елка визуализации Я очень много времени провожу дома Поэтому я стараюсь, чтобы здесь была очень уютная атмосфера Здесь вот Дед Мороз стоит Вот картины с деньгами Многие говорят, ты говоришь о визуализации Просто говоришь, нет, я тоже занимаюсь визуализацией Я как раньше занимался визуализацией, так и продолжаю заниматься визуализацией Вот такая золотая купюра Ну она не золотая, это просто сувенир Так, здесь я согласен, да, перебор Вот все, что есть, я вот стараюсь вот сюда складывать Вот любимая купила киндеры Я очень люблю киндеры Знаете, вот у меня в детстве киндер был только на день рождения И Блин, только на день рождения у меня был киндер Вот, и теперь Есть вот такие вот огромные киндеры Правда, блин, сейчас Игрушки отстойные пошли и они повторяются Вот, в этом большом киндере Вот такие вот две лодки Мне попались Одна лодка, вернее А в следующем еще одна такая попалась Так, здесь Бентли Визуализация Что у меня здесь? Здесь перчатки Blackstar Burger В Москве мне подарили Здесь фотографии наши с Бали Любимая вот на слоне Там мы решаем дела с какой-то обезьяной Так, что я смотрю на Ютубе Когда я кушаю, да, я включаю на плазме Ютуб Смотрю интервью, я вам уже говорил Миллионеров, миллиардеров Оскара Хартмана Рыбакова Черняка Он почему-то перестал выпускать видосы Так Я вот сейчас буду кушать Смотрите, все очень просто Курочка Гречка с грибами Перед Новым Годом нужно разгрузиться Здесь я Считаю деньги Вот Считаю биткоины Сейчас вам включу Новогоднюю атмосферу Итак, теперь переходим к моему рабочему дню Переходим к секрету успеха Знаете, ребята, сколько я дней в году работаю? Ну, вернее, не работаю, а занимаюсь любовью 365 дней Весь 17 и 18 год я работал 365 дней в году Ребята, не было ни одного такого дня Чтобы я не работал Минимум Когда я торгую Я работаю 3 часа Это минимум Максимум Вот сейчас Я буду работать 20 часов Вот сейчас у нас сколько? 12 часов дня, да? Вот я проснулся Позавтракал И сажусь за комп Вот сейчас буду вам монтировать это видео Дальше торговля Потом опять монтаж Потом везде мне нужно всем ответить Посмотреть комментарии Потом мне нужно запостить пост В инстаграм И вот так вот я работаю целый-целый день Потом опять торговля Потом я опять отвечаю на сообщения в личке Это уже ночь И вот в 7 утра Я сижу до 7 утра Вот сегодня буду сидеть до 7 утра Я публикую видео Опять же отвечаю на комментарии Делаю везде репосты Понятное дело у меня есть команда Этим всем занимается команда Помогает мне Ну вот монтирую я сам И вот такие вот организационные вопросы Я тоже решаю сам Потом Только вот после этого После того как я запостю видео Я могу лечь поспать И вот почти так у меня проходит каждый день Не очень круто Вернее мне круто Потому что я от этого кайфую Вот сейчас снимаю видео и кайфую Я занимаюсь любимым делом Не занимаюсь работой Я занимаюсь любовью Сейчас я очень много времени провожу дома Сейчас мы вообще находимся в Киеве Почти все время Потому что не можем путешествовать Потому что вот открыли барбершоп Кстати вся самая свежая информация Обо мне в инстаграме Только в инсте вы обо всем сможете узнать самыми первыми Итак ребята Вот слушайте меня сейчас внимательно Мне очень часто задают Такой вопрос Вот я нашел твой канал Говорит там мне один подписчик Все очень круто Это вся мотивация Это конечно же все хорошо Эти все книги Об успехе О деньгах Это тоже конечно же все хорошо Я уже этим занимаюсь пять лет Семь лет Но у меня нихрена не получается Это не работает Я визуализирую Я читаю все эти книги Я очень многое знаю Но ничего не работает Что я делаю не так Потому что есть некоторые там блогеры Которые говорят Вот мотивация не работает Это все херня Я вам скажу что не так Я этому человеку задаю вопрос А каким одним Внимание Одним любимым делом Ты занимался на протяжении Семи лет Каждый божий день И никогда не сдавался Каким? И все И человек не знает что ответить Говорит Ну никаким Я там попробовал Там попробовал Потом опять сменил работу Опять сменил работу Вот вам и результат Ведь секрет успеха в том Чтобы заниматься одним любимым делом Сфокусироваться чисто на одном деле Ребята и все И делать это дело Каждый божий день Вот так как я Триста шестьдесят пять дней в году И тогда успех неизбежен Тогда вы добьетесь успеха Вот на сто процентов Вот просто попробуйте Я понимаю Это очень тяжело Да Особенно когда Твое любимое дело Тебе не приносит На первых порах деньги Так же было и у меня Но Я знаю ребят Которые после работы Приходят И уделяют по часу в день Потом по два часа в день И каждый каждый божий день Идут к своей цели И вот только после таких действий После Постоянства Ребята К вам придет успех Тогда уже ваше любимое дело Будет генерировать пользу Будет приносить вам прибыль И тогда вы уже Уйдете Со своей Обычной работы И будете заниматься Только любимым делом Но этот период Он может длиться год Может быть два Может три Может и пять Но его нужно переждать Но зато потом Вы Всю оставшуюся жизнь Будете счастливым Будете Будете в шоколаде А если вы Вот этот этап Не пройдете Вы Каждый божий день Будете заниматься Нелюбимым делом И будете Сорок Пятьдесят лет Ходить на Какие-то подработки На какие-то работы Только ради денег И тогда Вы точно Не будете счастливы Так Что у меня еще здесь Кстати Видите Хоккей Знаете Я вот зашел в супермаркет Вижу эти игры Вижу дети Покупают игры Думаю Почему бы мне Не купить эту игру У меня реально В детстве Такого не было Сейчас я могу Все себе позволить Отстойный Кстати Хоккей И отстойный Бильярд Я думал Он такой крутой Тут все выпадает Ножки Отпадают Так Здесь у меня Стоит роутер Теперь То чего Я так долго ждал И вот Ютуб Сделал мне Подарочек На Новый год Вот она Ребята Получил Вот на днях Недавно Еще не доставал Ее С этого пакета Вот она Красавица Инстардинг Фу Пессинг Сто тысяч Подписчиков Конечно же Она не такая Красивая Знаете Как старая Я думал Она будет В стекле Там будет Серебряная кнопка Здесь просто Какое-то Зеркало Но все равно Как же я доволен Этой наградой Столько работы Было проделано Вот такая Сейчас Серебряная кнопка Ну знаете Что Радует Больше всего Не эта кнопка Меня А радует То Чего я добился И сейчас Вам еще Один инсайт От ютуба Уже Вот Такое Мне прислали Письмо Вот И знаете Ребята Что в этом Письме Говорится Здесь тоже Секрет успеха Здесь говорится Ну там Поздравляют Они меня И говорят Что Этой Награды Ты добился Благодаря Постоянству Постоянству Усилий Благодаря Своему Упорству Вот Вот вам Секрет Успеха Постоянство У меня Подписчики У меня Вы Мне нужно Общаться С аудиторией И вот Поэтому Я работаю 365 дней В году Каждые Три дня Я должен Выпускать Видео Только Так Вы можете Добиться Успеха Постоянством Постоянством Каждый День Заниматься Любимым Делом Итак Погнали К Моему Рабочему Пространству Итак Ребята Давайте Еще раз Закрепим Секрет успеха Кто Из вас Торговал Каждый День Кто Из вас Не пропустил Ни одного Дня В году Я думаю Таких Ребят Нет Видите Вот вам И весь Секрет успеха Чем Я Отличаюсь От остальных Вот если Вы хотите Попасть В эти 10% Каждый Божий День Нужно Уделять Своему Любимому Делу Вот и Все Итак Мое Рабочее Место Так Давайте По порядку Здесь у меня Много Всего Монтирую Я на Маке Монтирую В программе Final Cut Это Крутой Мак Вот есть Новый Мак Я вам О нем Расскажу Мне он Не нравится Самый Последний Отстойный Мак Девушке Его подарил А сам пользуюсь Старым Ребята Лучшая Мышка В мире Видите Я Закупился Этими мышками Потому что Боюсь Что Их уже Уберут С производства Также Я пользуюсь Своим Стареньким Acer Помните Вы мне писали Хейтеры Мне еще писали Ты нищеброд Не можешь Тебе купить Нормальный Комп Вот этот Ноутбук Меня очень Выручает Здесь есть Такие Функции Которых Нету На вот Этих Двух Тогда Ребята Я зарабатывал Где-то 3000 долларов В месяц И не мог себе Позволить Купить Мак Потому что Этот Мак Стоит 3000 долларов Я не мог Спустить Всю ЗП На Мак И вот Когда я Зарабатывал 10000 долларов Я тогда Себе сказал Когда я смогу Зарабатывать Десятку Я тогда Смогу себе Позволить Мак И вот Позволил себе Мак Чисто чтобы Быстрее Монтировать Видео Так Переходим К камерам Вот на какую камеру Я снимаю вам Это видео Здесь очень крутой Микрофон Это лучшая Камера для Влогов Sony FDR X3000 Также Вот видите В мешке Луи Витон У меня GoPro 7 GoPro Кстати Это отстойная Камера 6 Которую девушка Привезла С Америки Накрылась Она глючила Она не записывала Видео Здесь нет Нормального Стабилизатора Вот В этих камерах Крутой Стабилизатор Ну здесь уже Тоже он крутой Потому что в шестерке Он был отстойный Короче GoPro Это дерьмовые камеры Так Вот в этот Кстати блокнот Я записываю Новые идеи Которые я Подсматриваю В видео Также некоторые Я снимаю На Вот такую Вот камеру Panasonic Отстойная Тоже камера Вот такой Вот штатив У меня Сейчас я Кстати Жду Курьера Он должен Мне доставить Крутое Оборудование Так Переходим К этому Чуду Техники Видите Какой он Отстойный Здесь Яблочко Не светится Мне это Не нравится И здесь Нету USB Разъемов Здесь Вот такая Вот херня Идет Боже Как же Это Неудобно Вот здесь У меня Видите Все Есть А здесь Нет Здесь Чтобы Подключить Мышку Мне нужно Вставить Вот сюда Это Очень Ребята Неудобно Чтобы подключить Флешку Тоже Нужно Вставить В эти Разъемы Или В этот Разъем Короче Это Мне Очень Не Ненавится Но Конечно Он Лютый Так Как он Включается А Он Сам Включается Здесь Загрузка Вообще Здесь Моментальная В этом Кстати Маке Все Сделано Для Того Чтобы Видите Управлять Ним Без Мышки Здесь Есть Отпечаток Пальца Можно Расплачиваться Видите Здесь Как он Называется Забыл А здесь Большой Тачпад Дальше Смотрите Здесь Есть Сенсорная Панель Видите Можно Вот так Вот Регулировать Звук Также Если Вы Переписываете Здесь Можно Выбирать Текст Смайлики Вот Яркость Ну Такие Вот Крутые Фишки Давайте Что-то Напечатаем Вот Видите Здесь Можно Жирный Шрифт Делать Вот Заголовок Ну Короче Прикольная Штука Но Мне Этот Мак Не Нравится Если Бо Я брал Себе Еще Один Я бы Такой Году Надеюсь Уже Будет Нормальное Качество Вот Видите Сонька Вот Такая Вот Радиосистема Сенхайзер Вот Она Вы Мне Писали Что У меня Плохой Звук Просто Пишу Вот На Эту Камеру Да И Если Далеко Стоишь Вот Здесь Нормальный Вроде бы Микрофон Идет Эхо Цифровой Рекордер Самый Лучший Вот Такой Вот Стабилизатор Ой Нужно Будет Мне С ним Разбираться Это Вам Не Селфи Палка Видите Идет В специальном Таком Боксе Но Ребята Всего Этого Не Нужно Если Вы Хотите Начинать Снимать Я Начинал Снимать Вот На Айсер На Вебку Вот Такое Кстати У меня Освещение Вот Видите Потому Что Многие Говорят Я Хочу Снимать У меня Нет Нормального Оборудования У меня Даже Телефона Тогда Нормального Не Было Просто Сейчас Когда Я Планирую Этим Заниматься Профессионально Мне Нужно Хорошее Оборудование Шикарная Камера Да Да Техника Конечно Крутая Все Это Оборудование Ребята Обошлось Мне Вот Это Вот Все В 300 тысяч Рублей А Если Взять Полностью Весь Этот Стол К примеру Вот Два Ноута Свет Камера Здесь Где-то Где-то Миллион Может Быть Даже Больше Вот Вы Видите Сколько У меня Оборудования Как Я Серьезно К Этому Отношусь И Люди Задают Вопросы Почему Ты Этим Занимаешься Если Ты Знаешь Как Заработать Деньги Зачем Ты Этим Делишься Зачем Ты Рассказываешь Нам Это Все На Ютубе Ребята Чтобы Расти Чтобы Идти Дальше Чтобы Добиваться Еще Больших Результатов Нужно Что Создавать Вы Никогда Не Будете Зарабатывать Много Денег Втихаря Вот Сидите Вы Себе И Втихаря Торгуете Втихаря Зарабатываете Так Не Получится Нужно Нести Ценность И Плюс Когда Я Закрываю Базовые Потребности Там В деньгах В Одежде Мне Хочется Чего Большего Мне Хочется Нести Пользу Людям Мне Хочется Создавать Что То Своё Я Сейчас Работаю На Свою Репутацию Я Сейчас Работаю На Личный Бренд И Поэтому Этому Нужно Уделять Больше Времени Это Принесет Мне Больше Денег В Будущем Да Потому Что Я Работаю На Долгосрочную Перспективу Раньше Когда Я Создавал Этот Канал Он Мне Денег Не Приносил То Я Торговал Я Зарабатывал И Вёл Шуточный Проект Который Назывался Рэпер Трейдер Просто Шуточный Проект Потому Что Мне Это Нравилось Я Просто Занимался Любимым Делом Просто Выкладывал Видео Я Не Знал Что Это Может Перерасти Мне Просто Нравилась Эта Атмосфера И Вот Потом Уже Я Это Все Совместил И Когда Я Уже Вам Закрыл Свои Базовые Потребности Мне Захотелось Большего Вы Даетесь Деньгах Вам Нужно Работать Над Собой Каждый Божий День Работать Над Собой Но Потом Когда Вы Закрываете Базовые Потребности Когда Вы Переходите На Новый Этап Вам Уже Захочется Заниматься Чем То Другим Вот Просто Вы Сейчас На Том Этапе Вот Вы Меня Поймете Может Вы Меня Сейчас Не Понимаете И Я За Это На Вас Не Обижаюсь Но Потом Вы Поймете Что Вам Нужно Нести Ценность Что Вам Нужно Что То Создавать Вам Нужно Нести Пользу Вот Почему Все Известные Люди А Не Медийные Люди Да Вы Их Знаете Нет Ни Одного Такого Человека Который Миллиардер И о Котором Никто Ничего Не Знает Вот Он Как Тихаря Сидит И Делает Деньги Такого Ребята Не Бывает Вот Почему Я Этим Занимаюсь Вот Почему Я На Это Сейчас Стараюсь Стратить Все Больше И Больше Времени Итак Закончить Этот Влог Я Хочу Возле Денежной Ёлки И В Новогодние Шапки Что Я Хочу Пожелать Ребята Всегда Оставайтесь Собой Ничего Не Стесняйтесь Делайте То Что Вам Нравится И Тогда К Вам Вы Подумаете Да Что Мне Вообще Заняться Нечем А Почему Бы Нет Еще Раз Так Попытка Номер Два Попытка Номер 141 Есть Шутка Это Была Третья Попытка Хотите Себе Купить Баскетбольное Кольцо Купите Себе Баскетбольное Кольцо И Плевать Что Подумают Люди Хотите Блин Купить Себе Бильярд Или Хоккей Купите Себе Хоккей Или Машинку На управлении Это Круто Что Еще Хочу Пожелать Хочу Пожелать Вам Любви Чтобы Каждый Из вас Кто Еще Не Нашел Вторую Половинку Нашел Свою Вторую Половинку Потому Что Ребята Это Самое Главное В жизни Также Я Хочу Пожелать Крепкого Здоровья Здоровье Это Тоже Я Считаю Самое Важное Хочу Пожелать Вам Чтобы Каждый Из вас Наконец-то Таки Нашел Свои Любимое Дело Хочу Вам Пожелать Конечно Ж Много Денег Чтобы Эти Деньги Приносили Вам Только Счастье И С каждым Годом У вас Этих Денег Становилось Все Больше И Больше Также Желаю Здоровья Всем Вашим Близким Потому Что Вы Очень Часто Мне Такое Пишите Ребята Мне Безумно Приятно Большой Толчок Мне Дала Ваша Поддержка Огромное Вам Спасибо За Поддержку Я Вообще Не думал Что За 18 Год Мне Удастся Набрать 100 Тысяч Подписчиков Огромное Вам Спасибо Это Все Благодаря Вам А Кстати Совсем Забыл Вам Интересно Заработал Или Я Миллион Долларов За 17 И За 18 Год Если Брать Весь Мой Доход Полностью Весь Мой Долларов Вот Где-то Месяц Назад Я Посчитал По своей Таблице Потому Что Я Веду Таблицу Доходов И Расходов У меня Получилось Заработать Миллион Долларов Я Конечно Ж Хотел Вам Этот Миллион Баксов Сфоткать В сумке В Луевитонов Сумке Моя Мечта Купить Такую Сумку И Забить Ее Полностью Баблом Но Сейчас Я Понимаю Что Это Зашкварно Держать Миллион Долларов В наличке Тем более Когда Это Твой Единственный Миллион Потому Что Сейчас Очень Много Мошенников Которые Хотят У меня Забрать Эти Деньги И Основная Часть Этих Денег У меня В Недвижимости Вот Вы Мне Задавали Вопрос Где Я Храню Деньги И Куда Инвестирую В основном Это Недвижимость У У Много Квартир Сейчас По Киеву Родителям Купил Квартиры И Понятное Дело Что Сейчас Я Не могу Достать И Показать Миллион Можно Сказать Да Я Свою Цель Выполнил Так Что Можете Меня Поздравить Теперь Я Долларовый Миллионер И Вот Сейчас Я Вспомнил Про Одно Видео Мое Старое Видео Рэпера Трейдера Когда Я Просто Прикалывался Когда Я Сделал Миллион Долларов На Демо Деньгах Смотрите Это Рэпер Трейдер Не Бери С Меня Пример Раньше Был Бомжом А Теперь Миллионер Вот Таким Вот Можно Сказать Способом Я Притянул Миллион Баксов Блин Если Бо Мне Сказали Два Года Назад Что Я Буду Долларовым Миллионером Я бы Просто Посмеялся Я Просто Был В шоке А Сейчас Это Реальность Большая Часть Этих Денег Конечно Ушла На Путешествия Также На Семинары Также Спасибо Криптовалюте Знаете Что Если Вы Хотите Чего То Очень Сильно Вы Всегда Этого Добьетесь Всегда Ищите Удачу Не Ждите Никогда Не Ждите Удачу Сами Ищите Делайте Каждый Божий День Шаг Навстречу Своей Мечте Итак 18 Год Был Лучшим Годом А Следующий Год 19 Будет Еще Лучше Все Что Не Случается Все К Лучшему Я В Вас Верю У Вас Все Получится Никогда Не Слушайте Людей Которые Говорят Будто У вас Что Не Получится Все У Вас Обязательно Получится Всех Обнимаю Всех Люблю Ребята Всех Целую Увидимся В 2019 Году Пока